Северный флот 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 Проект разработан для снабжения офшорных буровых установок технологическими материалами, запасными частями, водой и продовольствием. Судно предназначено для работы на мелководных акваториях Арктических морей. Помимо задач по снабжению, судно также может использоваться для обеспечения дежурства возле офшорных буровых установок для оказания технической помощи и спасения персонала в аварийных ситуациях. Судно оборудовано катером на воздушной подушке вместимостью 8 человек и двухтопливной энергетической установкой. Оно способно принимать груз без посадки вертолёта. В рамках разработки проекта проведён целый комплекс расчётов и модельных испытаний полёта проходимости, гидродинамики, кавитационным свойствам, мореходности, аэродинамики. Они подтвердили правильность принятых на проекте технических решений. Норильский никель и Сибирский федеральный университет создадут в Красноярске научно-технологический центр на базе Института горного отдела, геологии и геотехнологии и Института цветных металлов и материаловедения. Вице-президент Норильского никеля Елена Безденежных сообщила, что несмотря на то, что у Норникеля уже сформирована огромная научная база, компании не хватает узких знаний у молодых специалистов в области металлургии. Без такой подготовки людей невозможно реализовать те стратегии и задачи, которые поставлены перед компанией. На строительство нового здания и установку оборудования компания планирует выделить порядка 90 миллионов рублей. Продуктами работы нового центра станут компьютерные модели рудных тел, технологии и проекты, разработки месторождений и многое другое. Кроме того, центр позволит готовить кадры высшей квалификации, ориентированные на работу в Норильском никеле. В Пуровском районе на фактории Карнат дан старт празднеством в честь Дня оленевода. В программу вошли соревнования по национальным видам спорта, лыжные гонки, национальная борьба, перетягивание палки, метание тензиана на хорей, прыжки через нарты и тройной национальный прыжок. Также прошли конкурсы национальной одежды, выбор хозяйки чума и гонки на оленях упряжках. В Березовском районе тоже отметили День оленевода. Для проведения традиционной олимпиады выбрали село Саранпауль. Оленеводы соревновались в гонках на рысь, на мах, стоя на лыжах и на нартах. Отдельный заезд организовали для женщин. 21-е соревнования среди оленеводов на Кубок губернатора Ямала в Надыме состоятся 12 и 13 марта. В окружной столице Салихарде праздник пройдет 26 марта. В целом по округу День оленевода будет отмечаться до 27 апреля. В Петропавловске-Камчатском состоялось официальное открытие традиционной гонки на собачьих упряжках Берингия-2016. В этом году на парад каюров вышло рекордное количество участников – 46 детей и 30 взрослых. Первыми на старт вышли юные каюры – участники детской гонки на собачьих упряжках Дюлин. Затем состоялась гонка-пролог среди взрослых каюров Берингии. С 2013 года она носит статус открытого чемпионата Камчатского края по ездовому спорту. Победителем гонки-пролога стал каюр Валентин Левковский. Он прошел дистанцию в 10 километров за 25 минут 52 секунды. Победитель получил звание мастер спорта и главный приз соревнований – сертификат на 100 тысяч рублей. Основная гонка Берингия-2016 в этом году стартует 1 марта в Петропавловске-Камчатском. Каюрам предстоит преодолеть почти 1400 километров от краевого центра до Алюторского района. Победителя ждет денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Гонщик Михаил Алешин разогнался быстрее всех в мире на льду озера Лавозера в Мурманской области. Это первый заезд одиночного гоночного болида за полярным кругом. На формульном болиде спортсмен достиг скорости 228 километров в час. Оба достижения гонщика претендуют на попадание в книгу рекордов Гиннесса. Заезды проходили в течение трех дней, два из которых были пробными. На третий Михаилу Алешину удалось достигнуть рекордного результата. Интересно, что машину спортсмена доставили на озеро на специальных полозьях. Она не могла проехать по заметенным снегом с северным дорогом. Кроме того, гонщику потребовался не только специально модифицированный под экстремальные условия болид, но и теплая одежда. Отметим, первый случай пилотирования формульной техники за полярным кругом состоялся весной 2000 года на временной снежной трассе в Лапландии. Машиной управлял пилот Мика Хакенен. Однако тогда заезды проходили на двухместной версии болида. В роли пассажира выступала жена гонщика. Циркумполярная эстафета продолжается в Скандинавии. В конце февраля Ненецкий Бубин отправится в Финляндию. Напомним, начало циркумполярной эстафеты было положено в августе 2014 года на Ренмаре. Во время встречи представителей стран, членов Арктического совета. Инициатор акции Ненецкий автономный округ предложил полярным регионам России и зарубежным странам принять участие в эстафете. Ненецкий Бубин должен побывать во всех субарктических регионах планеты, обогнуть земной шар, а затем вернуться в Наренмар. Цель акции – объединить народы, живущие в Арктике, подчеркнуть уникальность северных территорий. Бубин уже побывал на Ямале, в республике Коми, Якутии, Красноярском крае и Мурманской области. Поморье стало последним российским регионом своеобразного турне. Далее Ненецкий атрибут обогнет земной шар по полярному кругу через Скандинавию и Канаду.